Всем привет, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем проходить игру Mountain Blade, Русь, 13 век. И что я вижу здесь? Смотрите. Значит, я отошел немножечко от Владимира Волынского. Как-то вот так у нас называется город, замок. И здесь, смотрите, у нас разбойники убегают от нас. Хотя их 7 человек. Нас, нас, шестеро. Но, раз он от нас убегает, скорее всего, мы будем посильнее чуть-чуть. Давайте их вровы на него напасть, если мы его догоним. Разбойнички, иди-ка сюда, смотри, догоняем, догоняем, догоняем. Че, ты че такой дерзкий? А щас мы вас накажем. Щас все для вас, я сегодня в прекрасном настроении. Отдавайте свои деньги, и я, возможно, оставлю вас в живых. Я тебя не боюсь. Ге-бою, мазафага. Только войска автобой. Конечно, все пойдем в атаку. Проблема. Так, держать позицию, ребят. Вот наша элитная. Элитная конница. Смотри, красавцы какие, а. И че, ребята, готовы? Давай за мной. Где эти упыри? Кребаные разбойники. Да, у нас, конечно, есть лидерство. Но на конях это большой плюс. Так, точнее, не мы, а наша конница. Нам, конечно же, тоже не помешало бы забыть лошадь. Так, сука, их там. Ну че, ребят, справимся, а? Погнали, да, давай. Наемнички, я за вас такие бабки отдал. Вы готовы? Так, погнали. В нем вместе. Тихо, 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 тихо. Вставай в атаку, ребят. Погнали. Давай, давай. Понеслась. Я на вас надеюсь, чуваки. Гондон тих. Хорош, неплохо начали. Неплохо. Ты че там, сука, замахиваешься, а? Падла. Не, ну это не серьезно. Это вообще какие-то бомжи. Какие-то бомжи нам попались. Так, еще осталось. Смотри-ка, убегает, убегает. Спасает свою задницу. Не, ну ребятки, конечно, смотрите. Красавцы. Обучены своему делу, да, убивать. Хорош, хорош. Не пожалел я, что потратил на вас денег. Есть победа! Красавцы, смотри-ка, еще русский оказывается. Ну, вы, конечно, вообще меня радуете. Да-да-да, хорош, хорош. Хорош. Ваши потери, конечно, у нас потери нет. О, вот, смотрите, уже пошло. А вот это уже интереснее, да, стало? Смотрите-ка. Да, написано было еще, что мы просрали задание по доставке Эля. Ну, ничего страшного. Подумаешь, задание было какое-то не очень, конечно. Честно говоря. Что у нас тут есть? Смотрите-ка, ништячки. Ха-ха-ха-ха-ха, 10, да. Конечно, мы с вами потом все продадим. Скорость 108, 107, а урон 19, да. А это какой у нас рубящий удар? 19, ну, неплохо, шупастая дубинка. Неплохо, так. 108, 18, все, забираем, конечно же, потом это все нам пригодится. Зона действия 42 всего. А это у нас 62. Тут, конечно, вообще 135. Хоть оно и ржавое, это пехотное копье, но оно, конечно же, по параметрам получше будет. Поэтому мы пока его оставим. Скорость 110, и зона действия 158. Это, конечно, похуже будет все. Это что такое, топорик? Так, 3 к защите. 6 к защите тела, плюс 1 к защите ног. Угу, ну, это лучше, да, получается. Наша туника, наша защита получше будут. Камни. Можно кидаться, да, ими? Возьмем. Почему бы и нет? Будем кидаться, если что. Сколько у них там урон? 11. Ну, пойдет, пойдет. Так, да, чтобы издалека, если что, навалять врагам нашим. Подожди, что у нас там с персонажем? Давайте сохранимся. Что у нас там с персонажем? Да, смотрите, можно прокачать немножко. Нужно нам улучшить... Так, сейчас, подождите. Поиск пути, тренер. Из-за верхом она нужна, потому что... Потому что сейчас нам нужно будет прикупить коня. Я надеюсь, что это у нас действует на коня, потому что мы в прошлых сериях не могли этого сделать, купить коняшечком. Поэтому давайте улучшим. Надеюсь, что сейчас он сможет сесть на коня. Силу. Здесь у нас 10 очков еще имеется. Одноручное оружие, давай. Луки. Конечно же, хотелось бы. Копия, камни и прочее, да? Прочее шушера. Ну, давай. Вот, пускай будет. Дворучное оружие, мы с вами не пользуемся. Заревковое оружие, копии, пики, посохи и прочее. А это у нас топоры, дребящие оружие, наручные мечи. Т. Лук. Да, нужен будет лук. Я обязательно буду пользоваться. Давайте так, что прокачаем. Вот так вот. И... Давай вот так. Все. Готово. И посмотрим на наш отряд. Так, нет отряд. Скажи-ка мне о себе. Вот интересно, их можно улучшать, нет? Так, ладно, чувак. Так, ну в принципе, неплохо. Неплохо так мы с вами посражались в самом начале, да? Неплохая такая серия. Начала у нас так... Недурно. Вы же город. У нас здесь деревенька. Сейчас зайдем. Посмотрим, что у нас там. А, кстати, мы в плен никого не взяли, да? Да, печально никого. Хотелось бы, конечно, хотелось бы. Так, стой. Персонаж. Места верхом. Убеждение. Захват пленных. Ну да, в принципе, мы могли захватить, но почему-то пленных у нас не было. Ладненько. Ага. Ну вот уже и утро у нас, и рассвет. Давайте сейчас зайдем в город и пойдем уже потом в Киев зайдем. Тут у нас такая церковушка стоит. Так. Да, нам у нас еще есть задание. Нужно найти 12 голов скота. Коров. Поэтому сейчас со всем этим и разберемся. Так, что у вас есть? Да. Денег у вас нету, но зато у вас есть, есть что похавать. Давай поговорим со столешиной. Есть какое-нибудь задание? Нету. Мне нужно купить домашнюю скотину. Есть 22 головы скота по 247 генарий. Это что, получается, за одну голову 247 генарий? Что-то многовато. Ты что, охерел? Да, дохера хотят они. Много, очень много просят. Что-то не то. Так, сохраняшечка. Насадили кернавы. Смотрите-ка, орда потихонечку захватывает, да, у нас? Начинает действовать, блин. Смотрите, сколько тут много у нас орды. Это херово, конечно. Херово для нас. Ну, и Русь-матушка тоже не такая уж и маленькая. Вот, смотрите, на грудок, да? В прошу серии они у нас захватили. Неприятное дерьмо. Тут у нас... Ну да. В осаде, смотри. Уже война пошла. А у нас нихера еще нету. У нас крестонос уже начинается. Фу-фу-фу-фу-фу. Да, Литва, конечно, здесь у них что-то все совсем плачевно. Все у них осталось сколько здесь одна крепость. И то уже в осаде. Деревенька. Тут тоже в осаде. Походу Литве, да, все. Кирдык-пиздык пришел. Печально, печально. Ну что, давайте зайдем в Киев. Посмотрим, что у нас тут имеется. Выйти на арену, поговорить с главами с областей. На дорогу площадку пойдем. Продавцу припасов. Давайте зайдем. Вот, вот у него деньги есть. Это хорошо. Эль, Эль нам не нужен. Поэтому продаем все это дерьмо. Нам это ни к чему. Шерсть тоже продаем. Керамика нам не нужна. Так, Эль все сбагриваем. Так, а вот колбаски я думаю мы оставим. Кужать всегда хотим. Плюс 5 морали. И давайте продадим цена продажи 1. Что-то маловато как-то. 6 защитек головы. Это 9 у нас. Ну ладно, нам забирай. Давай, все равно ни к чему. Топорик. Давай вот так. Забирай. Дубинка вот я думаю оставить. Может она пригодится еще. Пускай будет. Все-таки оставлю я ее. Нож. Тоже забирай. Нам это не к чему. Топор забирай. Все забирай. Сколько у нас с вами сейчас будет? Ну неплохо. Неплохо. К продавцу, продавцу, продавцу лошадей. Нам нужна лошадь. Ху-ху-ху-ху-ху. Офигеть. Сколько у тебя есть лошадей-то? До хрена просто. Из-за верху требуется второй уровень. Вот. Не зря мы с вами прокачали первый уровень. Так. Дороговато конечно лошади здесь. Да ладно. Я думаю какую-нибудь... Приберем себе броня 12. Так. Ну сейчас будем разбираться. Начитать конечно. Какую лучше лошадь прикупить. Вот эти конечно уже да. Тут элитные такие. Смотрите. С таким одеянием уже идут. Так. Так. У нас дорого. Верховный конь. Броня 12. Скорость 39. Маневренность 36. Нападение 18. Здоровье сотка. Значит броня 12. Скорость 39. Броня 12. Скорость 39. Тут у нас такая же лошадь. Только цвет уже другой. Ага. Вот у нас есть. Смотрите. Она конечно будет подороже. Броня. 420. Ой. Броня 15. Что я несу. Здоровье 110. Тут уже конечно побольше будет. Ага. 12. Скорость сотка. Так. Да. Тут уже у нас не хватает конечно. Так. 224. Ну давайте-то возьмем подешевле скорее всего. Пока не буду тратиться особо на лошадь. Так. 12. Скорость 39. Они одинаковые. Да. Только цвета немножечко разные. Хотелось бы белую прикупить. Но белые как видите. Все у нас почему-то закрыты. Требует второго уровня. Тогда возьмем. Давай возьмем возьмем вот эту коняшку. Или нет лучше вот эту. Вот эту. Она немножечко покрасивее будет что ли. Вот так вот. Вот теперь у нас есть коняшка. Это хорошо. Уже да хоть что-то. К продавцу припасов. Че по броне есть. Оу. Че только нету. Да. Конечно покупают они просто за копейки. Это печально все. Так. Броня 9. 16 защите головы. Угу. 270 стоит. Так. По вот этим. О тут конечно дороговато. 21 тысяча. Офигеть. Вот это цены. Вот это цены. Так. 12 защите тела. 7 защите ног. 12. Ага. Смотри-ка. Можно прикупить. 22 защита. Защита ног. Неплохо. Ооо. Смотрите. Русские. Русские такие ботиночки. Да? Белые. Ой. Красные такие. Я помню как раньше. Танцевали. Любили плясать в таких. В таких ботиночках. Ааа. Хо-хо-хо-хо. Смотрите. 25 защите тела. И довольно таки дешевые они. Это. Это просто превосходно. Для нас в самый раз. Так. Тут конечно дороговато уже. У нас еще идет защита ног. Плюс к тому же. Так. 6 защите. Ну дороговато для нас. 25 защите. И 22. Да давайте возьмем вот эту крепкую доспех кочевника. Что-то как-то мне не нравится. Так. 25 значит. 22. Оно тут такое же. Угу. А этот. Так. Перчатки можно еще приобрести. Перчатки дорогие у вас. 8 тысяч за перчи. Что-то ребята многовато. Ну вот конечно доспехи можно взять. Тогда давайте возьмем вот этот. Доспешек. Доспешек. И это тебе вот зададим обратно. 9 защите головы. Цена покупки. Потертый кожный шлем. Потертый, но зато стабильный. Да? Нормально все. 99. 19. Что так дешево? Сильно потертый что ли? 16. 19. Так. 200. 25. Нормально. Давайте-ка возьмем. Этот шлем. Вот такой вот у нас боевой уже. Более-менее да, стал. Хоть на воина похож. Вот так вот. Все тогда. И еще давай посмотрим по оружию. Можно прикупить лук. Я думаю можно же да? Если нахватить конечно денег. Уровень 4 требуется. Блин, на арбалет нам требуется только сила. А на лук вот нужно сильный выстрел качать, там прокачивать. Блин. Херовостенька, херовостенька. Ой, ладно, ребята, давайте здесь мы выйдем отсюда нафиг. Денег у нас не так уж, что много. Так, на торговую площадку. Модернизация войск. Что за модернизация войск? Давайте-ка сохранимся и посмотрим, что это такое вообще. Так. Нет подразделения для повышения. Че это такое вообще? Ладно, я не буду здесь ничего шаманить. А-то еще игра вылетит. Херово пойми. Посмотреть город, посетить таверну, выйти на арену. Давайте поговорим с главой местных властей. Здорово! Здорово! По моим расчетам, ваш долг в торговой гильдии составляет 375 динарии. Думаю, вам лучше сразу его погасить. Давай. Почему бы нет? Это, скорее всего, у нас идет за... Долг. Подожди, а что за долг, кстати? За что? За наши войска, что ли? Так. Работа есть? Ага, есть, значит. Я отправляю караваны в город ставки Мунки Хана. Зачем он туда отправляет свои караваны? Я не понимаю, если у вас идет вражда с артой, зачем вы отправляете туда караваны? Как-то это нелогично, да? Странно. Ладно. Ну, из-за постоянного разбора на дорогах я не хочу посылать его без охраны. Если сможешь привезти караван за 15 дней, то заработаешь 176 динарии. Конечно, тебе надо иметь с собой хотя бы 7 бойцов. Боюсь, у меня нет столько солдат. Хорошо, предложение остается в селе. Ага. Ладно. Значит, нам нужно побольше солдат, да? Вот такой вот у нас князюк Игорь. Смотрите-ка. Вот наша лошадка. Неплохо, да? Так. Давайте войдем в замок. Привет. Да, конечно, у нас видок не очень для князя. В какие-то херни ходим. Ну, да ладно. Ледвин достойный. Сохранимся. Князь Ярослав Всеволодович. Здорово. У меня зовут князь Игорь. Так. Есть какое-нибудь задание? Нету, да? Мне пора. А ты что скажешь? Так, что-то, 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 что у нас тут? Разве? Ага. Медменстер Герман фон Бильк не правит, а крестоносца. Достойным я был прозван за то, что в поисках знаний был готов путешествовать на большие, даже по нордским понятиям расстояния. Перед моим совершеннолетним отец отправил меня в дальние края для изучения наук и государственного права. Если уж норды называют себя наследниками Калеродийской империи, то они должны разбираться в законах и науках, а не только в драках, крабежах и напитках. Отец умер за долго до конца моего обучения, и я поспешил домой на коронацию. Но мой корабль был разбит штормом. Один из придворных, Рагнар, ухватился за эту возможность и стал распространять слухи о моей смерти. Он созвал своих сторонников на совет, чтобы поразгласить себя королем и несколько следующих лет укреплять свою власть. Так, так как я оказался изгнан и теперь уже ищу не мудрецов для изучения наука, а воинов, которые помогут мне вернуть нордский трон. Если Рагнар сомневается в моем умении управлять королевством, то пусть скажет, что мне в лицо, когда наши взгляды встретятся над кромками щитов. Ибо воин может быть ученым, а ученый может быть воином. Но только тот, кто сочетает оба качества, достоин быть королем. Ну давай посмотрим, что тебе надо сделать вообще, чем помочь. Вы уверены, что справитесь с этим, князь Игорь. Вернуть трон совсем непросто. Адмейстер Герман фон Бальт получил поддержку всех лордов нашего королевства. Все они поклялись ему в верности. Разумеется, присяга узурпатору не имеет законной силы, и мы могли бы привлечь некоторых лордов на свою сторону. Но в любом случае, нас ждет тяжелая и продолжительная борьба. Стоит ли помогать этому чуваку? Даже не знаю. Нет, чувак. Ну тогда пока. Нет. Если что, мы сюда сможем вернуться и помочь ему, если что. Пока мы не будем влезть в эти дебри. Так, модернизация из богорезглава местных властей. Нет, нам это не нужно. Что у нас там по заданию? Так, кстати, в деревнях. Здесь есть деревники нибудь? Конечно, только не наши. Потому что наши... Нам лучше, конечно, не трогать. Вот мы уже смотрите, начали быстрее ехать. Это уже радует. Это кто? Крестьяне. В Киев едут. Наши ребятки. Сохранимся. И давайте посмотрим по заданиям. Что у нас там имеется? 12 голов нужно доставить в Пинск. У нас есть. Ну еще месяц, да? День меньше. Поручил вам доставить сообщение для лорд Триди. Лорд Триди находится в Смоленске. Значит, нам нужно в Смоленск. Так, Смоленск, Смоленск, где ты, Смоленск? Значит, мы с вами в Киеве, и нам нужно Смоленск. Ну, в принципе, не так далеко. Ну, что, сгоняем туда, я думаю. Почему бы и нет? Давай, погнали. Так, ага. Значит, у нас тут уже пошла война, да, потихонечку? Ладненько. Ладно, ладно. У нас хоть есть уже лошадь, уже полегче будет, я думаю. Так, давай сюда. И еще хотелось бы, конечно, зайти к нам в деревеньку. Минск захватили. Ну что, охерели что ли? Ну-ка, давай сходим в Минск. Какого хрена, смотри, крестоносцы. Совсем уже страх потеряли, ублюдки. Охереть, только там было недавно. Ну-ка, давай, пойдем, пойдем, пойдем. Узнаем, что там, что да как. Суки. Че творят, это кто? О-о-о. Да. Тут уже у нас, конечно, Орда и все, кого. Вот только нету. Все гонят здесь. Так, здесь безопасно вообще. Как бы нас не приняли. Давайте сохранимся. Ну что, отряд у нас хороший. О-о-о, разбойнички. Ребятки, здорово. Ты че убегаешь от меня? А? Стой. С духом дышим, а? Какой ты дерзкий. Ну да, дышим, дышим. Князь или кошелек? Князь или кошелек? Жизнь или кошелек? Только без резких движений. Иначе я порву тебя на хергицкий флаг. Я тебя не боюсь. К бою, мазафака. Давай, пойдем вот так вот. Вот у нас пошли битвы немножечко. Да так, тихо, ребятки. Давай за мной. Потихонечку, погнали. Где эти ублюдки? Тут у нас очень много берез. Русских берез. Так, чувак. Оказывается, вот смотрите, у одного совсем другая маска. Ладно. Так, ну че? Погнали. Сейчас найдем их. А, вон они. Давай, погнали в атаку. О, да, на коне уже хоть что-то. Тихо. Сейчас мы их размотаем. Тихо. Спокойно. Сука, иди сюда. О, хорош. Ой-ой-ой, какой дерзкий. Ты че, бомжар? Падай. Мы достигаем третьего уровня. Прекрасно. Иди сюда. Решил обойти, сученыш. Так, ну че, без потерь? Да-да, без потерь. Красавцы, ребята. Хорош. Не зря я вас нанял. Да-да-да. Хорош, мужики. Русские мужики не сдаются. Сражаются до последнего. Хорош, хорош. Да, нет потерь. Прекрасно. Так, о, ништячки пошли. Это уже хорошо, а? Помятые. А ну че? Цена покупки 1? Да. Че, даже брони у них нет. Камень. А, у нас же еще камень есть. Я и забыл. Пульстрик защите, топорик. Так. Зона действия 170. Ага, смотри, че. Погнутый кол. Кол что ли взять? Ну он какой-то... Не-не, у него ворон, конечно, меньше, но у него зато смотри. А, без щита? Нет, это не серьезно. Мы работаем с щитом. Защита прежде всего. Без щита это вообще не вариант. Но, конечно, дальность у него прекрасная просто. Превосходная. Четырек защите головы. Че за говно, че за... Че за херня. Так. Все понабрали с вами, потом можем вот это все загнать. Ага, все. Угу. 114 динари мы с вами получаем. Сохраняемся. Вот уже что-то, да? Уже пошло. Так. Имущество. Персонажи. Отряд. Так. Поговорить. Распустить. Выше-средний боевой дух. Замечательно. Имущество. Нет. Имущество не нужно. Персонаж. Вот. Сейчас можно прокачать его. Сильный бросок. Сильный выстрел. Да. Нам нужно прокачать сильный выстрел. Чтобы купить можно было лук. Давай. Вот так. Здесь качаем тоже луки. Лук побольше. И одноручное оружие. Вот так. Прекрасно и здесь. Так. Ловки с владением щитом. Атлетикой. Верховая езда. Давай ловкость. О. Смотрите. Еще появились у меня. Нормально так. Так. И все. Да. У нас с вами третий уровень. Здоровье с 61. Неплохо. Так. Сохраняемся. И да. Я хотел сгонять вниз. Посмотреть. Что там у нас творится вообще. Что за вакханалия. Крестоносцы вообще уже охерели. Сукиные дети. Ну-ка давай зайдем. Посмотрим. Что у нас тут. Народ терпим к вам. В смысле терпим. Ну что охерели что ли. Так. А. Поговорить. С деревенским старшиной. Здорово. Задание есть у тебя. Так. Подожди. Какого хрена. А как там обратно захотеть. Можно как-то нет вообще. Так. Ну раз у нас в Минск. В такой херни тогда давайте. Рожденные действия. Отобрать. Провианту крестьян. Гонить деньги. Сучара. Давай. Давай. Все что у тебя есть. Раз. Вас крестоносцы захотели. Будем с вами. Пожестче. Вот. КН250. Это хорошо. Так. Все. Так. Давай еще. Гудать коров. Получится. Опачки. Не смогли. Печалечка. Дарпад. Крестоносцы у нас тут гоняют. Офигеть. Вот это конечно армия у них. Вот это да. Сохраняемся. По заданию что у нас там еще осталось. А. Да. Мы сами же двигались в Сомаленск. Я теперь сомневаюсь. Сможем ли мы найти 12 голов скота. Потому что у нас времени. Казалось бы многовато. Но. Их еще нужно идти. Это не очень. Не очень-то и легко. Так. Ну вроде да ускакали крестоносцы у нас тут. Погнали в Сомаленск. Так. Здесь опасно. Не будем туда лезть. Но его нахрен. А. Печально конечно. Минск нас захотели. Как его нам вернуть обратно? Вот я пока не понимаю. Например они захотели. Да. И я хочу вернуть обратно например. В земли русские. Русь. Так нельзя что ли сделать? Что у нас тут? Ну тут нет. Чеку там я помню. Я здесь был. Там у нас ничего такого. Русь. Куда вы направляетесь? В Гадальск. Ладно пускай идут. В принципе наших мы трогать не будем. Так. Конный страж. О нет. Чего у вас многовато. Ну у вас нахрен. У меня пока не такая армия. Обширная. Штук. Можем было. Так. Это кто? Крестоносцы. Да. Тоже конечно многовато. Будем на них лезть. Так. Тихо. Тихо-тихо. Так. Смоленск. Молеска. Вот мы уже рядом. Прекрасно. Часто доберемся до Смоленска и есть. Я думаю эту серию мы сами закончим. В принципе выдалась довольно неплохая она серия. Посражались с разбойниками. Падлы. Так. Я еще здесь приезжал. Как-то здесь тоже были разбойники. Тихо. Опачки. Бандюганы. Иди-ка сюда. Красавчик. Давайте сохранимся. Мало ли. О. Здесь их дофига просто. А? Что такое? Так. Ну что готов? Везение кончилось. Жалкий пёс. Готовься к смерти. Мы тебя не боимся парень. Парень. Самое время разбить несколько лов. Ну да посмотрим. Давай. Сучара. Держать позицию. Так. У нас есть камни. Так. Где вы? Ребята. Я вас не вижу. Так. Ребятки. Уже готовы к бою. Так. Где? Опа. Тихо. Давай в атаку, ребят. Вы что? Где там? Так. И конечно их дофига. Но тут у них лучники больше, да? Давай, ребятки. В атаку. Погнали. Щиты нас укроют. Тихо. На, сученыш. А? Как тебе? Понравилось? Тихо. Падай. Падла. Как мне нравятся эти ребята, а? Наемники вообще неплохо так работают. Просто всех выносят. Сука. Ну-ка. Лежать. Так. Что-то я застрял немножечко. Тихо. Я застрял. Ребятки, помогите мне выбраться отсюда. Что? Что еще осталось? Все. Загандонили. Вроде как без потерь. Ну красавцы конятся. Вообще наемники тащат. Да, хорош. Ооо. Помелями меня. 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 Что-то опять начинаю заговариваться. Смотрите, какой я весь в крови. Такой эпичный. Так. Ну что? Да, да. Красавцы, ребят. Потерь нету. Прекрасно. О. Смотрите, можно захватить. Давай, иди сюда. Лесный бандюган. Чем больше, тем лучше. И потом их можем будет слить, конечно же. А, там в одном месте. Мы их сольем. Просто. Так. Боево дух высоко. Прекрасно. Ооо. Ништячки пошли. Прекрасно. У нас не так уж много места. Так. У нас, ребятки, питаются потихонечку. Конечно, это все надо продавать. Цена покупки. Вот уже, это уже, да. Уже что-то стоящее. 46. Возьмем. 7 защите ног. 13. Опачки. Смотри-ка, что у нас тут есть. 20. 20. 29. 12. Вот это, конечно, да. Вот это давай. Ооо. Вот это уже, вот это уже что-то стоящее. Так. Ну что, давай еще это возьмем 17. Вот так. 3, 9, 6. И давайте так что-нибудь скинем. Что-то вообще не стоящее, которое нам, вот это, например, нам вообще не нужно. Так же цена продажа 1, давай вот это скинем, пока оставим. Топорик. Вот так. Пускай будет. Фу, ночью неплохо мы так сами зашли сюда. Да, тут еще полно разбойников. Фу. Так, давайте сохранимся-ка. И посмотрим нас там. На отряд на наш. Так, где там у нас собесный бандит? Что ты мне скажешь? Не пытаясь убежать и не делай глупости, я с тобой слежу. Я не буду, клянусь. Ладно. Так. А, мы же их можем еще, кстати, это. На нашу сторону, да, чтобы они перешли. Заняться делом, давайте-ка. Пополнить отряд из пленных, давай. Вы предлагаете освободить пленных, если они присоединятся к вам в ваше предложение, никто не принимает. Ладно, сукины дети. Не хотите-ка хотите. Тогда будете сидеть в плену, я вас в том продам еще. Падлы. Ладно, ребята, давайте здесь мы с вами сделаем перерывчик. Серия выдалась довольно-таки эпичная. Столько много сражений. Да. В следующей серии я надеюсь, что... Так, не надеюсь, я знаю, что мы сами доберемся до Смоленска. Там выполним квест созданием. И да, нужно нам искать, конечно же, Дигнат Голов Коров, чтобы выполнить это задание. Так же, так же, так же, что... Да, скорее всего, будем делать набеги на различные деревня. На вражеские. Чтобы не... Так сказать... Знаю, мощь, русскую, русскую мощь, да? Чтобы не забывали, кто здесь хозяин. Так, ну что, тогда давайте здесь с вами закончим. Это был Mountain Blade. Русь, 13 век. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. С вами был Игореха. Всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!